Ну что же, я приветствую всех братья, дорогие друзья, уважаемые подписчики, как я обещал, нужно разбирать прогнозы, успевать. Ну а перед началом данного ролика, кто не подписан, братья, обязательно подписывайтесь. Давайте дальше идти вместе. Мерлон Вера против Дэви Гранта, да? Давайте начнем с Мерлона Вера. Мерлон Вера, 23 боя, 16 побед, 6 нокаутов, 8 сабов, при 7 поражениях, 7 решений. А позиция последняя, Жозе Алду, где он проиграл решением Судин, выиграл Ушона Омейли, да? А позиция довольно-таки неплохая, предыдущие поединки очень хорошие выдавал, да? Шел жестким андердогом против Омейли, но смог, по-моему, если не ошибаюсь, отбить икроножную мышцу, защемил нерв и просто добил там, да, молодого проспекта. Вот, в принципе, стоит отметить и то, что с Дэви Грантом они уже встречались, если не ошибаюсь, 5 лет назад. Вот, я пересматривал поединок. Тогда, да, Дэви Грант забрал решением, но Марлон Вера за то время, в принципе, спрогрессировал и не имеет ни одного досрочного поражения, да? Дэви Грант, 17 боев, 13 побед, 3 нокаутов, 2 решения, 8 сабов, при 4 поражениях, все 4 сабмишином. Из-за позиции такой, более-менее, с того ихнего поединка, я бы ответил, мог бы отметить Мартинеса, оппозиция Марлона Веры пошла ввысь, в то же время, как у Дэви Гранта, оппозиция эта осталась плюс-минус на том же уровне, на котором-то и была, по большому счету, да? Так что ничего такого сверхъестественного за Дэви Гранта, что он как-то спрогрессировал, он плюс-минус остался на том же уровне, в котором у них и проходил ихний первый поединок, где он забрал у Веры решение в суде. Сейчас Вера спрогрессировал, Грант имеет все 4 досрочные поражения сабмишинами, Вера в этом компоненте довольно неплох, также спрогрессировал, можно отметить, да? У Веры есть нокаутирующий удар, в принципе, и у меня будет 3 ставочки на данный поединок. Я комбинирую на данный карт, потому что сильно успешным я его не вижу, и говорю заранее честно, то что прям мегаплюсовым, как предыдущие или предыдущие даже карты, я не могу увидеть, возможно, даже придется что-то ординарами забирать, потому что экспрессов прям много, у меня вряд ли будет на данный карт. Не хочу влазить, так как кто-то может да и подвести, но не сильно плюсовым. Моя первая ставка это чистая победа Марвана Веры, 1.46, 60 на 40 примерно я бы отдал Марвану, да? Моя вторая ставка это то, что Вера, скорее всего, досрочно, потому что все поражения у ДВЕР досрочные, да? Возможно, каким-то сабмом или держак неплохой, но скорее всего, даже больше сабм, склонюсь, ну досрочка, да? И последнее, это на тот случай, если каким-то чудом все же ДВЕРАН повторит свой успех ихнего первого поединка, это полная дистанция за 1.75. Везде есть, конечно, свои риски, я не спорю, но мне кажется, больше шансов, конечно же, у Марвана Веры после того, что я увидел. Комбинировать мне придется в плане экспрессов, ординаром железа здесь не вижу. Экспрессы, экспрессы, еще раз экспрессы, братья, данный поединок у меня будет так. Что ж, у меня на этом все, выделите свои мнения по данному поединку и ждите дальше новых роликов. До новых прогнозов, братья!